История эта началась довольно давно, примерно 350 миллионов лет назад. Тогда большая часть планеты была покрыта теплыми водоемами, в которых обитало огромное количество всевозможных рыб. А на суше росли леса, в которых, кроме всяческих-всяческих насекомых, никто не жил. В какой-то момент рыб в водоемах стало очень много. И расплодились хищники. Многие рыбы, самые хитрые, стали посматривать на сушу. Там безопасно, там нет врагов, и там очень много всяческой еды. И как-то раз самая умная рыба решила отращивать ноги. Конечно, сначала это были ноги ненастоящие. Но ноги, которые позволили ей, наконец, выбраться на сушу и превратиться в лягушку. Так появились амфибии. Конечно, выглядели они не совсем так, как сейчас. Но каждый из нас знает, что такое лягушка. Почему-то большинство представляют, что лягушки – это вот такие вот зеленые существа, сидящие в пруду, на листе кувшинки. Ну, разве что, может быть, стрелы из сказки им не хватает. Ведь, мне кажется, именно из иллюстраций, из сказки о царевне лягушке, этот образ к нам и пришел. Зеленая лягушка в пруду. Ну, конечно, корону мы потеряли, стрелу она не нашла. Но вот она такая зеленая. И этот образ преследует нас с самого детства. Потому что спросите у любого, какая лягушка, как она выглядит. Все скажут, ну, лягушка зеленая. На самом деле, нет. Друзья, лягушек очень и очень много видов. Различных амфибий. Не только, конечно, лягушек. Но лягушек, жаб, чесночниц, тритонов, саламандр. Около 7 тысяч видов. Наверное, неправильно говорю. Было. Около 7 тысяч видов. Дело в том, что за последние 100-150 лет очень большое количество, уже, пожалуй, около тысячи видов этих странных животных успело вымереть. Они вымерли, в общем-то, во многом по нашей вине. Потому что мы распахиваем их места обитания, осушаем болота, заселяем острова. И очень и очень многих лягушек мы даже не успеваем узнать. Мы с ними даже не познакомились, как они уже успели исчезнуть. Но давайте-ка подумаем вот о чем. Ведь не только зеленая царевна-лягушка. Лягушки-это огромный-огромный мир. Мир, который большинство из нас совершенно не знает. И для того, чтобы даже не познакомиться с ним, а просто понять, насколько они прекрасны, чтобы полюбить этих поразительных существ, я хотел сегодня дать вам возможность посмотреть на всяческих-всяческих лягушек из моей коллекции. Той коллекции, которая собиралась многие годы, которая имеет множество редких интересных видов, много делала и для науки, и для внедрения многих лягушек в культуру. В первую очередь, с целью их сохранения. Потому что если мы сумеем сохранить их в террариумах, значит, этот вид вообще будет сохранен для будущего, для потомков. Так вот, даже просто посмотрев на их разнообразие, даже просто заглянув в их глаза, знаете, я знаю немногих животных с такими разнообразными и такими прекрасными глазами. Даже посмотреть на млекопитающих, даже посмотреть на птиц, у них глаза выразительные. Но у лягушек и у жаб глаза просто прекрасные. Глаза космические, глаза в которых отражается вся история планеты. Ну, если не вся, то, по крайней мере, за последние 350 миллионов лет. Они совсем не похожи на тех зеленых лягушек с короной на голове, которых мы помним из сказочных картинок. Они прекрасны, они невероятны, и они очень и очень разнообразны. Кто-то из них живет под землей и очень редко показывается на поверхности. между прочим, вот эта лягушка не меняла свой облик уже больше 60 миллионов лет. Кто-то из них ведет древесный образ жизни и прыгает по веточкам и никогда не спускается на землю. Даже икру откладывает на ветвях. Кто-то из них имеет невероятно яркую окраску, которая предупреждает о том, что в природе эта лягушка ядовитая и кушать ее нельзя. Но внешне они гораздо более красивы даже многих тропических рыбок. Лягушки очень разнообразные. Наверное, никто больше, ну, наверное, кроме рыб из позвоночных, сравниться с ними в разнообразии и в красоте вряд ли сможет. Поэтому пересмотрите еще раз этот ролик. Просто интереса ради, чтобы увидеть, какие они бывают, лягушки. Жабы, тритоны, саламандры. Насколько они прекрасны, насколько они удивительны. И подумайте, а не обеднеет ли наша жизнь, если большинство из них исчезнет, как происходит это сейчас при наших темпах освоения планеты. Нет-нет, собственно, не вылавливают мифические браконьеры. Поверьте, для того, чтобы исчезло огромное количество лягушек, достаточно пройти простому кислотному дождю, который становится все чаще и чаще. Или фермеру просто полить свое поле ядохимикатами, которые потом смоются в реку и все лягушки там исчезнут. Все очень просто. Мир наступает, мир наступает вообще на природу, а на лягушек, как ни странно, в первую очередь, потому что лягушки очень тесно связаны с водой. Они невероятно нежны. Кожа их настолько нежная, проницаема для воды и для воздуха. И все загрязнения, все токсины, которые находятся в воде и в воздухе, попадают в организм лягушки и отравляют ее. К сожалению, это так. Поэтому давайте посмотрим в эти удивительные глаза, в эти космические глаза, которые глубоки, как вселенная. И поймем, что мало что создавало природу более красивого, более совершенного. Просто мы о них почти ничего не знаем. .